До этого ролика я сделала два, где я разъезжала по гостям в соседнем штате Огайо. А этот ролик будет о подарочках и о покупках, что я с собой привезла домой в Пенсильванию. Видите, сколько растений? Здесь еще не все. Я потом добавлю в конце еще парочку. У меня снова фалинопсисы. Я снова собираю коллекцию из моих любимых милых фаллов. Ну а теперь по порядку. Поехали. Это исхинантус полчера. Мне его подарила Оля, к которой я ездила в гости. В народе это растение называют губной помадой. И вы поймете почему. Вот на этой веточке помадная фабрика в самом начале развития. Практически колпачки только вот здесь. Это уже тюбики, но помадой они еще не наполнены. И вот вам законченный продукт. Самый популярный огненный тон сезона – алый. В любой непонятной ситуации накрась губы. И все наладится. Главное самой в это верить. Вы не пробовали? А я пробовала. Проверьте. Красная листва – это от переизбытка солнца. Интересно, как растение отзовется на мою орхидейную комнату. У Оли она росла на прямом солнце. Наверное, цвет листочков изменится. Будем наблюдать. Заодно покажу, как выглядит еще один эсхинантус. Этот у меня года 3 или 4. У него оттенок помады совсем другой. Не такой яркий, не такой самоуверенный. Так себе скромненький, чтобы не выделяться. Зато какая листва. Этот называется эсхинантус браморный. Очень быстро растущее растение. Всем, кому давало веточки, у всех кусты. Растение номер 2. Опять подарок. Это сарацинья. Не знаю, пурпурная или как. Пока изучаю вопрос. Напишите в комментариях, кто знает. Вообще сарацинья – это хищные растения. Растут себе по болотам. Ловят мух, жуков, мотыльков. Знаете, большие сарацинья они могут даже переварить лягушку. Своего первого растения-хищника я угробила потому, что постоянно его удобряла. Их поливать нужно только чистой водой, дождевой или из бутылок. Смотри, Роза, будешь себя плохо вести, она тебя съест. В Пенсильвании, кроме кактусов и пальм, ничего не продают в садовых центрах. А вот в штате Огайо, в садовом центре, мы нашли вот такую хою. Я купила всего 13 долларов. Такая живенькая, листья овальные, глянцевые, блестящие. Названия у нее не было. Если у кого-то есть идея, как она называется, пишите. Будем ждать цветения. Иногда по цветку легче определить название. Вообще, видовых Хой природных их около 300, а вместе с гибридами все 900. В моей коллекции их меньше 20, ну где-то около того. Ансидиум Амплиатум я купила в теплице у Эдгара. 25 долларов цена была. И это такая честная цена. Видела, он продавался во Флориде чуть побольше, чуть подороже. И не купила, а потом пожалела, что не купила. Посмотрите, какие у него бульбы. Этот природный инсидиум еще называют панцирь черепахи. Из-за псевтобульб. Родом из Южной Америки. Отцветет так же, как и свитшугр, например. Желтыми танцующими куколками. Но мне бульбы важнее. Целлогины – одна из моих любимых групп орхидей. И это попало ко мне подарком. Целлогина инкрасата. Родом с острова Ява из Индонезии. Вот каким цветом у нее листья, таким же цветом у нее цветочки. Которые цветут по типу револьверного цветения. Один сменяет другой. У инкрасаты широкий диапазон температур. Ее можно выращивать прохладно. Ее можно выращивать жарко. Субстрат не должен никогда просыхать. Ну, может быть, зимой. И вот как только просох зимой, так и поливать. А летом всегда сыренькая. Роби Куэта серина. Желтая форма. Я давно на нее поглядывала. Мне у нее нравятся листья. Плоский ствол. И 30 долларов тоже честная цена. Я посматривала на ebay. И видела, она продавалась за 32. Такого же размера. Но там еще и за пересылку ведь надо заплатить будет. Как минимум 10 долларов. Родом это орхидея из Филиппин. Теплого выращивания. И цветен она из пазух. Выпускает вот такие шишки. Как елочные шишки. Бывают красные, бывают желтые. Моя желтого цвета. Может вырастать высокой, но такой вот компактный. Аскацентрум ампулацеум. Это гибрид розового на оранжевый. Тоже был приобретен в теплице Эдгара. Сначала я прихватила один. Он был посветлее листьями. Потому что стоял как бы в притенении. А вот этот уже увидела на улице. Такой загорелый. Ну прямо самое то. И сейчас смотрю. У него цветонос был. То есть это растение возраста цветения. И даже детка есть. Детку я и не заметила. У меня уже есть один аскацентрум. Вот будет второй. Этот я тоже хочу пересадить. Наверное в корзинку. Чтобы корнем было хорошо видно, когда поливать. Это растение родом из Таиланда. Широкого диапазона температуры. Его можно и в прохладе выращивать. Можно и в жаре. Сейчас я освобожу корни от корзинки. Иногда я даже и не удаляю корзинки. Но без нее будет смотреться эстетичнее. Вот пересаживаю и думаю. Что происходит с архаманами со временем. Чем больше у тебя разрастается коллекция. Тем ты начинаешь все больше и больше любить миниатюрные орхидеи. При том, что еще несколько лет назад я была к ним совершенно равнодушна. В каждом ролике заявляла, люблю орхидеи с цветами размером с ладонь. Время течет, вкусы меняются. И это нормально. Я гуглила цветение вот этого гибрида. И интернет выдает две картинки. Хотя это гибрид розового на оранжевый. Вот он может свести вот так. Либо вот так. Мне оба варианта подходят. Это хорошо, что детка есть. Но зимой она замедлит рост. Его поливать зимой тоже нужно. Но не так обильно в жаркие месяцы. Вот он цветонос. Видите, как рано они цветут в таком вот малышовом возрасте. Хотя это не малыш, это взрослые растения. Он не вырастет больше, чем 12-15 см в высоту. Моя самая маленькая корзиночка выглядит огромной для него. Конечно, посадить все-таки можно. Но когда будет свистеть, то цветоносы у него там будут кучковаться внутри корзинки. Есть у меня вот такая самодельная. Раньше в ней был сок апельсиновый. Пусть посидит в ней. Зато будет хорошо корни рассматривать. И я ее подвешиваю. Вот такие крючки и проволоки. Обычно приходят корзинки с флоридой, с вандами, с вандовыми. В моих условиях, если оставлять в таких корзинках, голую и корневую, я замочусь их поливать. А так сделала паяльником дырки. Сейчас подвешиваю. И смесь такая всего помаленьку. И кора, и перлит, и ракошечник, и уголь, и немножко мха. Субстрат будет влажным, но не плотным, рыхлым. И держать влажность вокруг корней, чтобы мне поливать раз в неделю. С замачиванием или проливом. Вот принесла мой другой аскоцентрум. Это миниатум. Тоже похожая посадка. Он свел второй раз в этом году, месяц назад. И после цветения, смотрите, направил силы на прирост корневой системы. Он слева там, видите, слева. Не умею я стрелки рисовать, как девчонки делают. Растущий корешок. И справа, по центру. Кстати, аскоцентрум по-другому называют вандами. Миниатюрные вандочки прекрасно будут расти в доме. Им тепличные условия при такой посадке и не нужны. Ну вот, еще одну миниатюрку купила. Это айрангис кочхиана. В некоторых источниках его называют ангрекумом кочхиана. И, как многие из этой группы, цветет белыми цветами. У этого очень длинные цветоносы, которые появляются в конце зимы, после периода покоя. Это орхидея. О, какой хороший корешок. Это орхидея родом из Африки. Растет в лесах у подножья гор. Вдоль рек, ручьев. То есть, довольно-таки низко над уровнем моря. Тоже пересажу его, но мох, наверное, подкладывать не буду. Потому что я читала, что корни терпеть не могут. Оставаться долгое время сырыми. Ну и на блок его посмотрим. Вставляю кадры две недели спустя. Все-таки пересадила я его в хорошо вентилируемый горшочек. Только крупная кора, только крупный оголь и перлит немного. Буду поливать замачиванием ненадолго. А так как этот горшок будет стоять не на поддоне, а висеть, то проветриваться он будет быстро. Вон видно растущий корень. Буду за ним наблюдать. Люблю орхидеи в подвешенном состоянии. В корзинках так их труднее залить. Оранжерею я так и планировала при строительстве, что у меня будет очень много подвешенных орхидей. Кстати, 90% коллекции уже занесено. Похоже, что все входит. Обожаю разглядывать фотки до и после. Хоть свои, хоть чужие. Вот он корешок две недели назад, а вот он сегодня. Шикарная скорость роста. А теперь снова возвращаемся в кадры двухнедельной давности. Этот башмачок Мауди был приобретен мной, ну, можно сказать, от отчаяния. Ну, что свои не цветут, не растут, то я их залью. А если и растут, то медленно. Думаю, дай возьму, поиграюсь и порадуюсь. На бирке у Эдгара написано только два его родителя. Но там на 50% природный тайвандский сакукалияй. И пока Эдгар его выращивал, выращивал, ему уже присвоили имя. Теперь он Элиэн, инопланетянин. Можно подписать новую бирку. На пути к орхозависимости первую дозу мы получаем через фаленопсисы. У большинства из нас это первая орхидея, как первая любовь, с которой все и начинается. И вот эту лапочку я купила в строительном магазине в его садовом центре. Вот у нас в Пенсильвании таких не продают. А вот в соседний штат 2 часа всего от нас продают такие шикарные орхидеи. Но тоже не всегда на них надо нарваться. Он стоит 15 долларов. Шикарный стаканчик, шикарные корни. Вижу субстрат такой торфяной. Покупая в садовых центрах, бирка с названием будет не всегда. Так что давайте, помогайте, определяйте, как он называется. Назовем его розовым облачком. Хотя, сейчас снимаю неделю спустя. Там был один не раскрывшийся бутон. Посмотрите, какой он желтый. Вот что значит в других условиях раскрывается. И следующие 2 фаленопсиса. Это снова подарки от Оли, у которой я и гостила. Она купила их также практически в том же садовом центре. Но купила за некоторое время до того, как я к ней приехала. Она когда их увидела, она схватила каждого по 2. Один для себя, один для меня. Мне, ну, очень сильно повезло. Очень сильно. Как он мне нравится. Корни хорошие. Все у него в порядке. Названия нет. Да, кстати, он не ароматный. И предыдущий, который розовое облачко, условно названный, тоже не ароматный. Обратите, как у него загибаются лепестки как бы внутрь. Условно назовем его апельсином. И буду ждать в комментариях, может быть, кто-то подскажет его настоящее название. Я отказалась от всех фаленопсисов в прошлом году. Листья у них покрывались пятнами. Видимо, это было грибковое поражение. Вон еще какой горшок красивый. Купила сочетание оранжевого с фиолетовым. Супер. Вот. И в этом году я восстанавливаю коллекцию снова. И жемчужиной моей коллекции будет вот этот фаленопсис. Парфюмерная фабрика. Тоже подарок от Оли. Какие у него листья красивые. Аромат. Вы знаете, их шесть. Этот сорт называется Сеншен. Ольга его определила сама. Вот он внизу и по центру. Ну, какой же он ароматный. Вы знаете, котлеи отдыхают. Я пока ехала из Огайо к себе в Пенсильванию 2 часа 20 минут. В машине такой стоял аромат. Вы знаете, я даже открывала окна проветривать, пока вот летела по хайлею. И было такое ощущение, что на заднем сиденье у меня сидела дама, чей аромат духов был очень приятный. Но, да неприличие сильный. А когда я занесла его и поставила свою орхидейную комнату, все. Вот тут-то баланс и наступил. Обращаюсь к моим американским подписчикам. Друзья, если вы увидите или услышите, где-то продаются вот эти парфюмерные фабрики в нашей стране, дайте знать, мне они нужны все. Да, совсем забыла добавить, вот уже какое-то время прошло, показываю две котлейки, которые я купила у Уэйна. Помните, теплица, где стареющий архаман? Вот так выглядела вот эта полянка с фотографиями этой котлеи. Я когда увидела и прочитала название, называется Twilight Song, песня «Сумерек», гибрид Валкирианы на анцепс и обе формы Сайрулия, думаю, надо брать, у меня нету Лелли анцепс, но есть Валкириана и будет такой красивый гибрид. Выбрала растение с наименьшим поражением грибка, такая вкусная конкретная Валкириановская бульбочка, да? И потом название, для меня всегда это многое значит, Twilight можно перевести не только как «Сумерки», а как «Другое измерение» или «Другая реальность». Мистично как все. Дядечка Уэйн недорого все продавал, 18 долларов. Если б я покупала на интернете, она бы стоила больше 30. Итак, Twilight, наверное, до цветения год, а вот этой, еще одну я купила, наверное, года два. У этого гибрида своего названия нет, есть родители. Одна из них Махина Ехиромишима, вот у меня есть такая в коллекции цвела. А вторая – Long Life Rainbow. Не напоминает ли она вам кого-то? Я когда загуглила, сразу поняла, что радуга длиною в жизни, так переводится название, напоминает мне песню Марии, которую у меня тоже есть. И точно, песня Марии в ней на 50%. Сейчас смотрю, вижу, что здесь посажено два сеянца. Вот этот можно будет отделить весной. И теперь у меня есть три близкие родственницы. А как зацветут вместе, вот будет интересно рассматривать и сравнивать. На этом все, дорогие друзья. Спасибо, что были со мной. Желаю здоровья вам и желаю здоровья вашим урхочкам. Пока-пока.